В 1569 году Варшавский 7 принял решение о чеканке монет в городе Надбугом. Однако, в силу ряда причин монетный двор открылся в Бресте только 6 лет спустя. В 1565 году денежный оборот страны пополнился так называемыми баратинками по имени арендатора монетного двора Тита Ливия Баратини. Руководителем монетного двора в Бересте был Георгий Фридрих Горн, и поэтому отличительной особенностью монет, которые чеканились в Бересте, были его инициалы, также инициалы его брата Теодора. На аверсе монеты располагалось изображение короля Речи Посполитой Яна II Казимира, на реверсе изображался герб Великого княжства Литовского погоня. Сегодня в областном кровеческом музее хранится около 60 монет, отчеканенных на территории Брестского монетного двора в эпоху Ренессанса. Солиды, именно такое название имеют медные деньги 17 века. Несмотря на то, что Брестский монетный двор просуществовал всего год, его наследие составляет около 240 миллионов монет, общей стоимостью более 2,5 миллионов злотых. Эти монеты часто подделывались и ходили в государстве как фальшивые, так и настоящие монеты. Население не видело разницы между ними, и поэтому доверие к медному солиду было окончательно подорвано, и было принято решение в закрытии всех монетных дворов в государстве. В том числе был закрыт и Берестейский монетный двор в декабре 1666 года. Игорь Михальчук – вольный ремесленник и просто человек, интересующийся историей нашего города. По его инициативе на территории мемориала Брестской крепости Герой около музея Берестия появилась ремесленная мастерская Брестский монетный двор. Место историческое, говорит Игорь. Именно здесь, в воде замковой горы, в 17 веке чеканились медные солиды. Теперь брещане и гости города могут почувствовать себя настоящими монетчиками, чеканя так называемые баратинки, а также стать обладателем уникального сувенира, созданного по образцу эпохи позднего возрождения. Все задаются вопросом, что такое Брестский сувенир. И вот мы отчасти тоже попытались ответить на этот вопрос. Вот солид, твердый, в переводе с латыни, который чеканился в Бресте, он вполне может быть даже каким-то брендом города. Потому что Брест является первым центром монетного производства на территории современной Беларуси. Кстати, через два года Брестскому монетному двору исполнится 350 лет. Приятно наблюдать, что с каждым годом интерес к историческому наследию города, к его уникальным памятникам культуры растет. И, возможно, скоро историю Бреста гости смогут изучать не только по книгам, но и становясь непосредственными участниками краеведческих реконструкций. Тем более, что начало им уже положено. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.